Добрый вечер. В прямом эфире программа диалоги. Сегодня у нас в студии мэр Ярославля Евгений Урлашов. Здравствуйте, Евгений Робертович. Добрый вечер. Давайте начнем с последних сегодняшних новостей, причем позитивных новостей. В Брагине сегодня был открыт новый детский сад. Вы сами там были, все видели. Скажите, в этом году стоит ждать еще горожанам новых детских садов и какие вообще планы в этом плане? Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо нашим строителям, тем, кто строил этот детский сад, департаменту организации строительства, значит, своему заместителю Розанову Евгению Германовичу, управлению образования, которые внимательно следили за этой работой и подготовили прекрасного специалиста, кто будет руководить детским садом на улице строителей дом 5, корпус 5. Вот в ближайшие дни уже дети будут наполнять этот детский сад. Сначала будет 100 человек, а уже в сентябре, по мере формирования группы, уже 220 мест все будут заняты. Сегодня строители вечером фактически ушли из площадки, все подготовлено. И дети сейчас пойдут. Также летом мы планируем открыть детский сад на улице Доронина за домом номер 10, корпус 2. Это уже будет детский сад самой большой территории в городе и с бассейном, который будет соединять главный корпус и бассейн коридором теплым. Так что мы продолжаем эту работу. Летом еще будет детский сад. А также мы планируем начать строительство. Я тут буду очень аккуратен. Планируем начать строительство семи детских садов одновременно. А как можно? Меня удивляет. Деньги где взять? Да, вот я вам объясню. Почему я говорю аккуратно? Потому что на территории России такая практика никогда не применялась. И мы попытаемся ее применить впервые. К нам даже приезжали из Москвы за наработанными документами. Это муниципальное частное партнерство. Когда частник вкладывает свои деньги, мы компенсируем вложенные деньги в течение 10-15 лет в зависимости от договора. Всю сумму вложенных средств плюс процент, который будет ниже, чем банковский. Таким образом мы ускоряем нашу жизнь. Есть главная задача. Это чтобы дети пошли в детский сад. Вот мы пытаемся любыми законными способами решить этот вопрос. А инвестор для этого проекта есть уже? Не один. Даже не один. Несколько. И когда реализация может начаться? Ориентировочно. Значит документы на конкурс мы можем отправить в ближайшие месяцы. Они готовы. То есть в этом году уже процесс может быть запущен? Да. Но я подчеркиваю, я очень аккуратен в этом. Еще о деньгах необходимых для ремонта и строительства. Вчера на заседании комиссии муниципалитета было объявлено то, что из федерального бюджета пока городу не обещают средств на ремонт Октябрьского моста и моста в Больших Полянках. При этом состояние обоих мостов уже становится просто опасным. Поэтому там движение будет разрешено только для общественного транспорта. Учитывая, что в городском бюджете денег для ремонта капитального нет, федерация тоже не дает. Как тогда вообще эту проблему можно решать? Действительно, я встретился с министром транспорта и с его заместителем в Москве. Передал эти письма, получил ответ, что так как мосты являются городскими, то вроде город и должен платить, либо мы ожидаем помощь от субъекта федерации. К сожалению, субъекта федерации помощь пока не приходит. То есть областное правительство? Областное правительство. Мы и бьемся за это, за то, чтобы нам выделили средства. Ведь нам было обещано, если вы помните, 400 миллионов рублей из дорожного фонда на дороге. Сначала выделили 200 с чем-то, потом мы повоевали за эти деньги, добились на 100 с лишним миллионов увеличения. Однако нам не додали 50 миллионов. Мы просим, чтобы эти деньги нам дали. А также включили один из мостов в план ремонта. Значит, мы какую-то свою сумму готовы изыскать, хотя придется увеличивать дефицит бюджета, но это не так страшно. Мы можем его увеличивать приблизительно на 340 миллионов. Это нам бюджетный кодекс позволяет. Но без помощи правительства нам будет это сделать тяжело. Поэтому свои письма я написал на имя губернатора, ждем ответ. Я надеюсь на положительный ответ. В противном случае мы столкнемся с определенными сложностями. Сложности это проезды, потому что будут, наверное, если саженский транспорт только будет ездить. Сложность может быть такая, какая была у нас с вами в 2012 году, когда мы латали вот эти швы на мосту. Ну что ж, придется действовать так. Понимаете, мы не можем с вами взять деньги из ниоткуда. Вот помните, какой скандал возник по поводу исполнения указа президента 597-го? Когда фактически город Ярославль заплатил по полномочиям губернатора за него. Я тогда просил, не торопиться, не принимайте это решение. И вот сейчас это очень сильно сказывается. Вы имеете в виду, я просто напомню нашим телезрителям, ситуацию, когда для повышения зарплаты ярославским бюджетникам Муниципалитет Ярославля выделил из городского бюджета 240 миллионов рублей, несмотря на то, что, как считает мэрия, и как высылаясь на указ президента, в нем говорится о том, что полномочия по повышению зарплаты, они возлагаются на субъект федерации. И деньги должны выделять было бы областное правительство. Конечно, конечно. Деньги должен был выделять губернатор правительства Ярославской области. И этот черным по белому прописан в указе президента, более того, сама Единая Россия говорит, что я абсолютно прав. Более того, и депутаты Госдумы Российской Федерации, и единороссы, кстати, влиятельные достаточно, с которыми я говорила. Но, однако, почему-то Единая Россия решила запустить руку в карман ярославцев, отобрать у них 240 миллионов рублей, как-то вот безалаберно. А теперь мы расплачиваемся. Вот эти деньги могли бы пойти на мост. Стоимость моста, ремонта моста капитального, значит, это будет 280 миллионов. Если мы говорим про актерский мост. То есть практически вся сумма. Вот это ровно сумма, это и есть. А они тогда у нас забрали 240 миллионов. Но вы же говорили, что вы попытаетесь ее вернуть. Значит, иск будет подготовлен. Он уже подготовлен на сегодняшний день. Уже вот прямо ровно сегодня он подготовлен. Нам нужна неделя для... Мы работаем тремя юридическими группами. Каждая из них работает независимо. Сейчас будет мозговой шторм для того, чтобы подготовить этот иск выверенно. И попытаться по суду обязать правительство Ярославской области выполнить указ президента. А вы будете в Ярославский суд подавать? Да. Пока так. Посмотрим. Юристы нам должны в этом плане все подсказать. У нас действует несколько групп, подчеркиваю. Вот сейчас мы должны все взвесить. Так как сегодня у меня времени крайне мало, я с ним даже не успел ознакомиться. Вот завтра, я думаю, успею с ним ознакомиться. Потом мы уезжаем в командировку. Я уезжаю в командировку подписывать договор международным сотрудничеством между Республикой Кокос-Старикой и городом Ярославлем. Последующие, далее я скажу, что у нас и в дальнейшем будут международные отношения налаживаться с некоторыми городами разных стран. Словения, Сербия, Литва и Китай. Так вот, некоторое время я буду отсутствовать, порядка 7 дней. Вернусь, рассмотрим до конца исковое требование, оформим его и подадим в суд. И еще о дорогах. В этом году что в городе все-таки планируется сделать на те деньги, которые выделяются из Дорожного фонда? Где и что будет ремонтироваться? Хороший вопрос. Значит, у нас есть целый план ремонта дорог. Значит, вот те дороги, которые точно будут сделаны. Проектно-смертная документация готова. В ряде случаев она прошла уже экспертизу. И более того, сегодня, впервые, так сказать, мы вот в столь раннее время, до этого никогда такого делали, мы объявили аукцион сегодня на улицу Панина, нечетная сторона. Значит, завтра и в понедельник, во вторник мы объявляем еще несколько аукционов. То есть, они начинаются рано для того, чтобы... То есть, уже подряд все будут определяться. Все, уже вот все. Мы сегодня объявили на одну улицу. Еще никто не объявил, ни один город, ни область, мы это сделали. Теперь, какие улицы будут сделаны? Будет сделано 16-й линии поселка Творогово, маршрут автобуса номер 17, улицы Декабристов от улицы Гудаванцев до 16-й линии поселка Творогово, улица Большая Федоровская от Толбухина до Зеленцовской, улица Володарского от Свердлова до проспекта Октября, улица Институтская от Гагарина до улицы Павлова, второй Толочковский переулок, улица Батова, проезд от Тутаевского шоссе до фабрики Парижская коммуна, улица Шевелюха, улица Панина-Ярославская от тормозного шоссе до проспекта Фрунзе, улица Александра Невского, Ирины Колесовой, улица Союзная, улица Павушкина-Роща, Загородный сад, Кривого от Московского проспекта до Сульского шоссе, проспект Октября, улица Советская от Красной площади до Ярославского шинного завода, улица Свердлова от проспекта Долбухина до улицы Чкалова, Кучерской переулок, улица Гагарина от Московского проспекта до улицы Павлова. Но это еще не все, это только 22 адреса, всего у нас их 45. А это больше или меньше, чем в прошлом году? Это приблизительно сопоставимо, потому что мы также будем делать дополнительно внутриквартальные проезды. И, например, сюда попадет Мурманский проезд целиком, Архангельский проезд и многие проезды во всех частях города. Фактически это те же самые улицы. Далее, при наличии дополнительных средств, почему мы боремся за дорожный фонд, мы количество улиц этих увеличим. У меня есть целый список дополнительный, на что мы готовы. Далее, значит, вот у нас подготовлена документация еще порядка на 30 улиц, в принципе. Которая сейчас проходит экспертизу, а в ряде случаев уже прошла. Но у нас есть еще одно беспрецедентное решение, такого раньше не было. Мы выделяем теперь на ремонт дворов внутриквартальных проездов почти 200 миллионов рублей. Раньше выделяли 50-70, сейчас почти в три раза больше. Мы зайдем во все дворы, там где требуется ремонт ямочный. Там одна, две, три ямы. Дальше будет освоение, даже освоение дворов, я бы так сказал. Не освоение денег, я категорически против этих средств. А освоение дворов работами в огромном количестве, в очень большом количестве дворов. Вот у меня есть целый список по всем абсолютно округам, по всем районам, он гигантский. А в дворах что будет делаться? Это просто асфальт меняется? На эти деньги мы будем менять асфальт, бордюры, делать вот тротуары, которые есть около домов. Значит, пешеходную эту часть, мы будем устанавливать детские городки на сумму 14 миллионов, где-то будем делать заездные карманы. Все это сделано совместно с жителями, с главами администрации и при участии депутатов. Вот это будет беспрецедентная работа и люди, конечно, это заметят. А это вот из общего количества дворов, это коснется все-таки вот какой часть, половины, четыре? Ну, вы знаете, вот это коснется везде, где требуется делать ремонт ям, везде. Ну, вот если, например, говорить по Брагине, ну, вот Ленинградский проспект, 88-23 дом, 8-6, 84-14, 8-24. Нет, я думаю, если вы сейчас начнете перечитать, у нас все время на эту улицу. Это вся программа, это закончится вся программа, но это сотни дворов, это реально сотни дворов. Также мы планируем с вами сделать на территории школы номер 56, это в Брагина, вот, приблизительно по такому эскизному проекту, спортивную площадку, европейского уровня. Мы хотим сделать площадку, которой даже не в стране, но мы замахиваемся на большую. Если получится не очень, да, то, по крайней мере, по крайней мере, все равно будет качественно. Насколько я вижу, то есть это футбольное поле, баскетбольное, а еще порт? Да, футбольное, баскетбольное, волейбольное, также будет у нас для скейтборда определенная площадка, беговые дорожки, небольшое количество трибун у настоящего футбольного поля с освещениями, с козырьками. То есть это такой мини-стадион получается? Да, фактически, да. То есть, помните, я в своей предвертой программе говорил, что будем восстанавливать территории школ и делать их, насыщать их спортивной жизнью и при этом насыщать их и парковой жизнью, потому что у некоторых территорий очень, у некоторых школ очень большая территория. И вот мы начали этот проект. Вообще хотелось сделать четыре таких территории, но в результате некоторых переговоров с депутатами, значит, члены Единой России сказали, давайте начнем с одного, а не с четырех. Но это уже в этом году будет делаться? В этом году, да. Конечно, я не совсем был с этим согласен, но что же делать? Мы пытаемся искать компромиссы. Исполнительная власть законодательная. Но лучше меньше, чем ничего. Ну, пока начнем с одной площадки. Скажите, а в частном секторе в этом году программа по ремонту дорог тоже будет реализовываться? Да. В частном секторе у нас будет также прекраснейший проект. Кстати, уж если говорить по дорогам, я немножко закончу. Еще не досказал, кроме этих дорог, у нас будет сделано два новых участка, капитально, новые дороги будут сделаны. Два участка на улице Чернопрудной, один до Дядьковского проезда. Одна улица капитальная будет построена в 12 микрорайоне. Будет улица Пушкина пробита от улицы Чайковского до Победы и сделана улица Бабича. И вот в результате вот этого ошибочного решения, на мой взгляд, членов партии «Единая Россия», когда они... Про 240 миллионов. Да, про 240 миллионов нам не хватает реально денег на улицу Бабича. Вот сейчас реально не хватает. Придется вносить изменения. Зачем платить за чужого дядю? Если вы избрались на территории города, работайте для ярославцев. В первую очередь, отстаивайте интересы ярославцев. Вспомните свои предвыборные обещания, когда вы поддерживали мою программу, что вы готовы биться за ярославцев. Да, вот они, 10 пунктов. Ну что, где ваши слова? Что же вы занимаетесь политиканством-то? Теперь, что касается частного сектора. Значит, частный сектор. Во-первых, некоторые журналисты и некоторые люди, не живущие в частном секторе, они даже не заметили, что программа стартовала. Фактически программа благоустройства частного сектора стартовалась в 2012 году. Но вы тогда начали спать, асфальтовая крошка, некоторые улицы. Нет-нет-нет, мы сначала начали делать 16 улиц, мы сделали капитально. Вот, например, Ильинский переулок, улица Слепнево от Сузовского шоссе до улицы Ньютона, старая Творогова, парковые проезды 1-й, 2-й, 7-й улицы, 9-я парковая и так далее. 16 улиц мы сделали в исполнении, песчаная подушка плюс гравий. Вот, это вот уже пошла программа. Далее, существует программа на 2013 год. Предложение на сумму 10 миллионов во всех фактических округах города Ярославля. Вот оно. Это на 10 миллионов, достаточно приличное количество адресов. В 2012 году, если говорить о крошке, то мы сделали, наверное, более сотни улиц. Ну, вот, к примеру, сделали в Зержинском районе 38 улиц, в Афрунском районе 29, 25 сделали в Красноперековском и так далее. В Завозском районе, например, 27, 20, в Ленинском районе и так далее. То есть, очень много. Вот эта программа уже стартовала. А вот план работы на 2013-2015 год по частному сектору. Она уже сверстана, эта программа. Так что, то, что я обещал своим избирателям в частном секторе, когда встречался с ними в лютый мороз, и благодарен за то, что они выходили в этот мороз и слушали, и мы общались друг с другом. Все это воплотилось в конкретную программу, и мы с 2013 по 2015 год и в дальнейшем будем это дело исполнять. Так что, программа частного сектора стартовала. И есть еще один момент, важный, наверное, интересный. Это улица Строителей. Значит, в 2014 году мы начнем делать улицу Строителей. То есть, это в следующем. Да. И начнем ее делать от Бабича до улицы Памина. Вот так она пройдет. А уже в 2015 году мы пойдем дальше до проспекта Дзержинского. Серьезнейший проект. Серьезнейший. Требует больших денег. Проектно-сметная документация на нее разрабатывается. И Брагина, во-первых, получит в 2013 году соединение Бабича с Тутаевским шоссе, а дальше продолжение улицы Строителей. Тогда в итоге Дзержинский с Тутаевским шоссе соединяются. Да. Артерии будут. Новые артерии в Дзержинском районе. Вот это важная задача. Это та самая хозяйственная деятельность мэрии, которую мы выполняем сейчас. Ремонт дорог мы уже обсудили, наверное. Давайте теперь перейдем к их уборке. В Новый год город вступил с новым подрядчиком по уборке улиц. Теперь этим занимается компания «Родострой». Насколько вас устраивает деятельность нового подрядчика? Как вы ее оцениваете? Молодец руководитель «Родостроя» и компания «Родострой». Значит, наконец-то руки у меня были развязаны 9 января. Помните, я не один раз говорил, что мы сможем наладить этот процесс как с дорогами. Вот с дорогами в том году, в 2012, который закончился, мы переламывали качество. Мы боролись за качество. У нас нет смысла осваивать деньги. Мы их вкладываем в качественный ремонт дорог. И мы никогда не будем принимать плохие дороги. А, соответственно, мы даже готовы потерять бюджетные деньги. Потому что это не потери, это закапывание, это воровство денег. Сами жители мне весной скажут, что же ты принял эти дороги некачественные. Поэтому шел слом борьбы за качество дорог. И нам удалось достигнуть результата. Теперь я думаю, что подрядчики поняли, что шутить с нами не надо. Такая же ситуация происходит сейчас с уборкой города. Подрядчик, который фактически не убирал город, мы от него, слава богу, освободились. Выиграл подряд новая фирма «Родострой». И только с 9 января фактически у нас открылась новая жизнь по уборке города. И люди сразу заметили, что техники стали больше. Убирать стали гораздо лучше. Совершенствоваться можно сколько угодно. Да, есть еще белые пятна, и надо работать. Первая неудача, которая была у нового подрядчика, это Ленинский район. Он быстро принял решение и сменил субподрядчика. Теперь Ленинский район убирается гораздо качественнее. Например, у Лисачкалова мы это видим. Технику вы видите постоянно, особенно ночью. Понятно, что днем убирать сложно, потому что кругом машины стараются убирать ночью. В Зержинском районе реагентами поливают так, что фактически машина ездит по асфальту. Сегодня я сделал замечание, что надо Тутаевское шоссе расчистить. Слева-справа, там по крайней мере по полтора метра ротором можно перекидать. Работать стали гораздо качественнее. Теперь наша задача научить подрядчика работать настолько качественно, чтобы он понимал, что мы не будем оплачивать за плохо выполненную работу. Но он старается. То есть в этом плане мы идем вперед. И надеюсь, что борьба за качество уже по уборке города, она закончится таким же успехом, как шла борьба за качество дорог. И плохие подрядчики просто к нам выходить не будут. Если хотя, пусть переходят в область. Но в городе им нет места. Раз уже заговорили о новых компаниях, новых подрядчиках, давайте про кадровые перемены также поговорим в муниципальных предприятиях. В январе сменилось сразу несколько руководителей в крупнейших муниципальных предприятиях. Во-первых, почему это произошло? Во-вторых, насколько вас вообще сейчас устраивает работа МУПов? Значит, это произошло, потому что результаты деятельности некоторых МУПов были ущербные, отвратительные. Я прекрасно понимал, что со временем команду буду менять. Я стал менять команду сначала в исполнительной власти, на это ушло определенное время. Потом стал менять команду в МУПах, назначая новых директоров, которые являются профессионалами. Неважно, из какого города они приехали. Главное, что это профессионалы. И вот вам пример. Мы начнем с Яртелесети. Ну, это тема последних дней. Пожалуйста. Перестановки. Кто все-таки директор теперь? Этот вопрос, вот поверьте, он решится так, что все будет по закону. Я просто хочу сравнить прежнего руководителя Яблочкина с нынешним руководителем Неродовским, который является одним из самых крупных специалистов в стране. Его знают в стране все, кто связан с телекоммуникацией. Итак, ежемесячные поступления в компанию увеличились за счет продажи рекламы и поступления телеканалов примерно на 5 миллионов. Представляете? То есть пришел новый специалист и 5 миллионов дополнительных средств он стал получать в месяц. На 5 миллионов больше, чем предыдущий. Предыдущий продавал за 300 тысяч, а новый продает на 5 миллионов больше. Ничего себе. Эффективность получается в 15 раз больше. В 17 получается. В 17 раз больше, круче работает новый руководитель. Соответственно, давайте 5 миллионов помножим на 12 месяцев. Это 60 миллионов. Дополнительных денег в бюджет города Ярославля. Молодец. Расходы компании снизились с 18 до 15 миллионов в месяц. То есть он еще 3 миллиона начал экономить с увеличением даже качества работы. Это что касается яртелесетей. Я люблю брать на работу специалистов. МУП – центральный рынок. За период работы Дмитрия Бреева, который работает... Это директор центрального рынка, который работает всего-то 7 месяцев. Увеличена выручка предприятий на 20% по отношению к 2011 году. Убыток предприятия раньше в 2011 году был 7 миллионов. Сейчас в 2012 году прибыль предприятия 6 миллионов. Если раньше был убыток 7 миллионов, сейчас прибыль 6 миллионов. Более того, за счет средств, которые он получает с центрального рынка, к нему же приплюсован шинник и лазурный, он еще вложил в ремонт этих предприятий 14, почти 15 миллионов рублей. Представляете? А сейчас мы собираемся лазурный слева и справа пристраивать и делать дополнительные дорожки водные для детей, борцовский ковер для борцов, для дзюдоистов и так далее. Вот, пожалуйста, результаты работы Дмитрия Абреева. Или, например, давайте посмотрим предприятия, которые датируют. Мы датируем из бюджета. Например, МУП по обработке белья и обслуживанию населения Волна. Это бани наши. За бани мы платим деньги социально незащищенным слоям населения, для того, чтобы они могли ходить. Так вот, в 2011 году убыток этого предприятия был 13 миллионов. Он и должен быть убыток, потому что это датируемое предприятие. Пришел новый руководитель и сократил убытки больше, чем на 10 миллионов. Ну, так что, это хорошее кадровое решение? Конечно, хорошее. Например, городское дорожное управление. Убыток в 2011 году был 60 миллионов. А сейчас при новом директора он в три раза меньше. Это при том-то, что ГДУ наладан дышит, и мы пытаемся его спасти. Другой бы уже плюнул бы, махнул рукой бы, продал бы, а бы кому. А оно до сих пор наше муниципальное предприятие. Хотя нам предрекали, что вы и три месяца не справитесь. Как помните, нам предрекали некоторые бывшие наши соперники. Урлашов, тебя в мае снимут, ты не справишься. Потом, летом, там уже все решено, мы тебе там взятку засунем или наркотики подбросим. Потом, с отопительным сезоном ты не справишься, а мы справились лучше, чем в предыдущие года. Потом, ты не доживешь до Нового года, Новый год прошел. Подожди, ты год не выдержишь. Просто есть желание у предыдущих руководителей и тех соперников, которые... Знаете, как если они будут, не дождетесь. Да, ну вот, чтобы что-то плохое случилось. А наша задача просто работать и выправлять ситуацию в городе везде. Вот с утра до вечера мы занимаемся только хозяйством. К сожалению, иногда нас вовлекают во всякие политические мелкие игрища. Нам бы этого не хотелось. Ну и, кстати, если говорить о городском телеканале, где я присутствую, то городской телеканал также дает эффективный результат. Эффективно стало лучше, чем раньше. Причем, городской канал имеет сразу пять частных акционеров. И большинство акций принадлежит городу Ярославль. А вот НТМ на 100% принадлежит правительству, которое купило за его за 100, приблизительно 50 миллионов рублей денег налогоплательщика. Лишь для того, чтобы во время выборов его использовать как рычаг. И многие важные политические скандалы, важные политические обстоятельства, они не освещают. И вот это мне не нравится. Почему вы важные такие вот моменты в жизни области города замалчиваете? Что же вы боитесь правды-то? Давайте открыто обо всем говорить. Вот, кстати, в этом плане городской телеканал как раз отличается тем, что несмотря на регалии, на депутатские какие-то значки, на губернаторские или мэрские, когда надо критикуют, а главное, когда надо хвалить. Но главное говорить правду, не замалчивает ее. Поэтому важно, чтобы частные акционеры были на телеканалах. И тогда телеканалы работают лучше и получают больше прибыли, потому что они контролируют в том числе главного акционера города. Чего нет на телекомпании. Ну, для объективности надо сказать, что и в наш адрес много критики раздается с другой стороны. И в той же объективности. А мы об этом можем поговорить. Такие же приводятся аргументы с другой стороны. Давайте к хозяйству пока все-таки вернемся, а не к политике. В прошлом году началось обновление активное городских парков и скверов. В этом году какие проекты в этом плане будут приоритетными? Три направления. Значит, первое направление – это выделение бюджетных средств. Впервые я решил выделить бюджетные средства каждому главе района. То, о чем мы говорили, но никогда не делали. Я решил с места в карьер. Поэтому по 8 миллионов 400 тысяч рублей было выделено каждому главе на то, чтобы восстановить какую-то зеленую зону, парк, сквер или бульвар. Например, благоустройство бульвара по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова. Пока 8 миллионов 400. Эскизный проект готов. Мы его отправили на доработку, потому что там есть где еще развернуться мысли. Есть работа для головного мозга. Ибо это слишком большой сквер. Значит, бульвар. Благоустройство рекреационной зоны по проезду доброхота в эту нашу заводском районе. Прекрасная зона, я думаю, что мы с этим справимся. Кировский район, благоустройство сквера в Макамольном переулке, благоустройство сквера на площади Мира. Это ворота, центральный въезд со стороны Ярославля Главного. Если мы с вами видим, это треугольник. И когда едем, да, свобода пересекается с проспектом Лениным и с Горвалом. Шикарная территория, мы ее благоустроим. Благоустройство бульвара Стачи, Красноперекопский район, детский парк на проспекту Ленина, Ленинский район, Фрунский район. Скорее всего, это будет бульвар по улице Кривого. Другая схема, это средства самого городского парка. Здесь мы коснемся рабочего сада, мы коснемся парка, именуемый в народе «Очки». Там есть дополнительная территория, где разместятся аттракционы, карусели, и это будет удобно для родителей и детей. А также есть работа с меценатами. У нас немалое количество меценатов, я благодарен всем им за то, что они оказывают помощь. Здесь мы разрабатываем не менее семи зон. Это и бульвар на улице Революционной, это парк на улице Терешкова, это зеленая зона, треугольник за памятником Толбухина. Сам проспект Ленина, там идет бульвар, вы знаете, до самого Ярославля-Глава. То есть, это все будет за небюджетные деньги? Это средства меценатов, я не готова к этому, поэтому я призываю меценатов оказать на помощь. Я понимаю, что без вас мы не справимся. При этом мы готовы публичить ваши фамилии, благодарить вас не только благодарственными письмами и, допустим, почетными грамотами, но и наградой, которую мы уже учреждаем. Называется она «Меценат города Ярославля трех степеней». Это что, медаль будет? Это будет что-то среднее между медалей, медалью его орденом. То есть, нужно на лацкан повесить и мордокалить потом? Ну, это что-то будет такое весомое, красивое и важное, чтобы все люди знали. Вот он, меценат, он помог этот парк восстановить. Давайте родим... Может быть, в парках устанавливаются как раз таблички, какая практика существует? Ну, где наши новые Вахромеевы, понимаете, Демидовы? Вот эти люди должны появиться в современное время. С собой в могилу яхты, понимаете, вы не унесете с коттеджами и с дорогими часами. Нет, память о себе надо оставить, достойную будущих поколений. Чтоб твой ребенок и твои внуки гордились и говорили, это мой папа или моя мама, это мой дед или бабушка, помогли восстановить эту зеленую зону. Они принимали участие в развитии города Ярославля и в жизни. Я их потомок. А сейчас вот появился как раз городской фонд развития. Он как раз создан для таких меценатов, которые хотят участвовать в социальных проектах городских. То есть, деньги в него можно будет как раз перечислять, вкладывать. Именно под эти дела. Согласен. Давайте от экономики теперь уже перейдем к политике. Точнее, даже, наверное, скорее к политко-экономике. На этой неделе, во вторник, был избран новый председатель областной думы. Им стал глава ярославских единороссов Илья Осипов. Учитывая то, что в думе у «Единой России» подавляющее большинство, его избрание, наверное, было предрешено. Но у позиции возникли вопросы, вообще многие говорили, представители оппозиции, что их возмущает сам факт того, что выдвигается именно Илья Осипов. Дело в том, что он оказался в центре налогового скандала. Напомню, эта история уже и у нас на городском телеканале неоднократно рассказывалась. Илья Осипов, так же, как и еще один депутат областной думы Илья Круглов, является учредителями компании «Аллегра». Причем Илья Осипов был еще до 2011 года гендиректором этой компании. Так вот, выяснилось, что после проверки налоговой инспекции «Аллегра» компании потребовали доначислить, то есть заплатить в бюджет, еще порядка 140 миллионов рублей налогов, штрафов и пений. Причем претензии налоговиков относятся как раз к тому периоду, когда компанию возглавлял Илья Осипов. Еще такой же прецедент касается другой компании, в которой также фигурируют депутат областной думы и депутат муниципалитета. На компанию «Лотус-М» сейчас заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов почти на 300 миллионов рублей. И учредителями, в числе учредителей вот этой сети супермаркетов известной в Ярославле является все тот же депутат областной думы Илья Круглов и депутат муниципалитета Игорь Блохин. Налоговая проверяла также эту компанию, также выносила предписание о доначислении налогов, о том, что компания не доплатила. Компания пыталась это оспорить в судах, но пока безуспешно. Получается, что вот эти две компании, как утверждают налоговики, они не доплатили в бюджеты всех уровней. То есть денег не посчитался и бюджет Ярославля? Это правда. Более того, это сумма, почти сумма всего дефицита. Это больше 500 миллионов рублей. Фактически это больше, чем мы тратим деньги на дорогу. Это даже больше, чем два детских сада. Но вот давайте только факты. Давайте вообще в комплексе посмотрим на ситуацию. Ведь что на самом деле, я хочу, чтобы люди политически понимали, что меня в конечном итоге интересует. Чтобы все должники заплатили деньги в бюджет всех уровней. В том числе в бюджет города Ярослава. Потому что претензии к Олегаре идет даже по НДФЛ. Это чисто наш налог. Далее. Меня интересует, чем больше средств будет в бюджете Ярославской области, тем больше получит город Ярослав. Меня интересует только наполнение бюджета. Теперь давайте перейдем только к фактам. Ведь когда были выборы в муниципалитет, Единая Россия говорила о том, что готова поддерживать меня во всех начинянах. Поддержала мою программу. И говорила о том, что мы будем отстаивать интересы народа. Как же вы отстаиваете интересы народа, если вы являетесь прямыми должниками в бюджет? Вот давайте начнем с, допустим, Лотосэм. Ничего, кроме фактов. Второй арбитражно-апелляционный суд. До этого был первый суд в городе Ярославль. Который сказал о том, что суд утвердил, что налоги должны заплатить Лотосэм. А учредителями являются в том числе депутат Круглов и депутат Блохин, а также просто физическое лицо Муников, Семенов и так далее. Еще там разные есть люди. Должны заплатить 277 миллионов рублей плюс дополнительные пени. Там около 400 миллионов получается. Вот оно решение суда. С этим просто невозможно спорить. Дальше они вышли с апелляцией. И второй арбитражный суд апелляционный уже в городе Кирове оставил решение суда в Ярославле без изменений. Все. Вы обязаны исполнять. Дальше было возбуждено уголовное дело 20 декабря 2012 года, где говорится об этих правонарушениях. Это речь идет о Лотосэм. Пусть следствие разбирается, кто там виноват, но учредителями являются в том числе и Круглов, и Блохин. Как же так? Вы заявляете с трибуны, какие вы все честные, как вы любите народ, как вы любите свой город, спать не можете, встаете ночами, пьете чай, думая о городе. Помните эту программу-то? Все о народе думаешь. Так вот, получается, это уже уголовное дело. И это факт. И решение суда. Заплатите налоги и спите спокойно. Кстати, уголовное дело закрывается сразу после того, как деньги перечисляются в бюджет. Такие полномочия есть. И такая практика есть. Теперь давайте перейдем к Олегу. Меня не интересует фигура Осипова, как таковая вообще в этом, во всем. Это дело Единой России, кого они избрали спикеров. Но меня интересует вот это решение, номер 15-17, дробь 01, дробь 30. А 25-го, 7-го, 12-го, когда о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Это факт. И здесь говорится о том, что они должны заплатить налоги во все уровни бюджета приблизительно на 140 миллионов рублей. И это речь идет о торговом центре «Аллегра» именно на тот момент деятельности, когда возглавлял его директор депутат Осипов. Поэтому ничего личного. Деньги в бюджет и до свидания. Хотите оспорить – оспаривайте. А что у нас получается? Что все они заявляют о любви к народу. А сегодня, например, в программе «Эхо Москвы» с утра депутат Осипов выступал и говорил, что больше всего он не любит предательство. Я полностью с ним согласен. Я тоже больше всего не люблю предательство. Поэтому если вы говорите о том, что вы поддерживаете ярославский народ, вот почему вы залезаете в карман к ним, первое – по налогам, а второе – по указу президента. Вы фактически обокрали город Ярославль на 240 миллионов. Мне надо дороги ремонтировать, мосты, снег убирать, детские сады строить. А вы с улыбочкой наговорили там чего-то, справляйтесь, продавайте имущество, которое сама «Единая Россия» раздула и увеличила на 300 миллионов. Наговорить и планов написать можно сколько угодно. Жизнь сложнее, гораздо сложнее. Поэтому я тоже не люблю предательство. Ведь вы же сами, члены «Единой России», ко мне ходили каждый день. И Осипов, и Александровичев. Все ходили и просили моей поддержки во время муниципалитета. Я получил за это 600 миллионов на расселение ветхого аварийного жилья. Это очень важно. У нас появились деньги. Сейчас появится 600 миллионов из федерации. Вот этого мы добились. Но вы предали фактически своих избирателей. И меня вы предали. Не все. Там есть много положительных, хороших парней. В «Единой России». Но есть группа войны. Я вот честно сейчас говорю жителям, чтобы они понимали. Поэтому, когда Илья говорит вот в этой газете, «Ярославский регион», что он не имеет отношения к «Лотусу М», Илья Осипов, конечно, он не имеет отношения к «Лотусу М». Зачем наводить тень на плетень? Мы говорим про Олегра. И говорим про налоги. А не про вашу политическую карьеру. Если вы депутат, тем более вы должны быть кристально чистыми. Если вы хотите подать в суд, интересно, на кого вы будете подавать в суд? На Федеральную налоговую службу, что ли? Нет, но уже заявлялось, что, например, на городской телеканал будет. Мы ждем. Давайте, подавайте. Подавайте. Это будет очень интересно. Вот это является фактом. Все остальное домыслы. Не люблю, когда мужчина говорит, что я буду это делать, а потом не делаю. Знаете, есть такая поговорка. «Достал нож, бей». Зачем ты его достаешь, если не собираешься попугать? Да кто-то пугливых нет. Надеюсь, до ножа не дойдет. Вот. Это поговорка есть такая. Понятно. Или, например, значит, следующее, что он говорит, что приглашает, 199 раз приглашает мэра встретиться с депутатом Ярославской области. Вот я вам в открытую заявляю, что я никогда в жизни не слышал от него никакого звонка, никакого письменного заявления, что он предлагает встретиться. Слушайте, перестаньте лгать. Вам что, тяжело сказать правду, почему вы так боитесь? Вот чем хорош городской телеканал, что он, не боясь никого, опубличивает это, а другие замалчивают. Прошло то время, когда вас боялись. Не надо прятать голову, как страус в песок. Что же вы такие трусы? Если вы в чем-то променились, покайтесь. Сегодня я поставил задание несколько дней назад проверить все договора, которые были заключены несколько лет назад департаментом организации строительства. Сегодня я получил вот такое дело. И оно мы заканчиваем. Евгений Робертович, я предупрежаю, да, у нас минута остается просто. Так вот, к Аллегре есть претензии со стороны мэрии на сумму 22 миллиона рублей. Был заключен договор между Аллегрой в 2004 году и мэрией, согласно которому необходимо выплатить было 31 миллион рублей. Аллегра заплатила 9 миллионов рублей. За что? Осталось 22. Это за сети, которые были, значит, подключены обеспечения строительства улиц там. Ну, в общем, за сети. Вот этот договор от 14.10.2004. Потом почему-то мэрия, значит, забыла за оставшиеся 22 миллиона. Как только я избрался, Сосипова заявляет, как только я избрался, через два дня они побежали в суд, чтобы прикрыть одно место. Работники мэрии. Старой. Как только я избрался через два дня, результат, срок исковой данности вышел, и мне, естественно, уже Аллегра ничего не должно. Но если ты честный парень, а срок исковой данности вышел, просто принеси 22 миллиона в бюджет города Ярославля, а я разберусь с теми работниками мэрии, кто сделал вид, что забыли про условия договора. Это напоминает мне либо безалаберность, а, возможно, преступную халатность. Здесь мы будем аккуратны. Поэтому главная цель – наполнение бюджета. Ничего личного, ничего, никому. Это касается всех предприятий. Например, Альтайер. Евгений Робертович, все, у нас время вышло, уже ни секунды нет, мы уже перебрали. Спасибо всему доброму. Поэтому нам придется попрощаться. Это была программа «Диалоги». У нас в студии был мэр Ярославль и Евгений Урлашов. До свидания. До свидания.